Вздутие живота, газообразование, газы в кишечнике, метеоризмы. Каковы же причины этих зачастую крайне неприятных, болезненных и, кстати, очень опасных процессов? Механизмы заключаются в нарушении функционально-физиологических связей между желчным пузырем, поджелудочной железой и двенадцатиперстной кишкой. Мы таким образом с вами устроены, что каждый процесс нашего приема пищи связан с выделением желчи через сфинктер ОДИ в двенадцатиперстную кишку, выделение панкреатического сока опять же в двенадцатиперстную кишку. И тогда, когда наши системы начинают нарушаться, а в первую очередь это связано с эффектом нарушения желчи образования внутри самой печени, с эффектом желченакопления и желчесозревания в области желчного пузыря, то вторая система или система компаньон, которая участвует в системе, в процессе пищеварения, это система селезенки поджелудочной железы, начинает тоже нарушаться. И что же тогда у нас происходит? А происходит, что сфинктер ОДИ начинает растягиваться. Вы когда-нибудь играли в волейбол или в футбол спущенным мячом? Кто-то из вас наверняка играл, но вы знаете, как это неудобно и как это опасно и для ног, и для рук. Вот тот же самый процесс, тот же самый процесс происходит и с нашими кишками, происходит в нашем кишечнике. Поэтому, когда мы говорим о вздутии живота, это в первую очередь напряжение в области очень важного, очень нужного для нас органа, тонкого кишечника. Как только у нас формируется спазм в области тонкого кишечника, у нас нарушается взаимосвязь между тонким кишечником и толстым кишечником. И почему, когда мы говорим с вами о том, что это очень опасные вещи, вздутие живота, газообразование, метеоризмы, газы в кишечнике, это как раз таки связано с тем, что зачастую это приводит к катастрофическим развитиям таких состояний, как острый аппендицит, как заворот кишок, как угнетение функции гормонального фона, который мы сразу определяем по состоянию щитовидной железы. И поэтому, на первый взгляд, вздутие живота, газы в кишечнике, метеоризмы и газообразование в кишечнике, оказывается в 95% случаях является причиной развития заболеваний щитовидной железы. Но вернемся с вами к механизму формирования газа в животе. Это как раз таки связано с тем, что идет истощение панкреатических соков, идет недозревание желчи, так называемой внутрипузырной желчи. И процесс пищеварения, процесс пищеварения у нас носит характер неполноценности. Полноценного пищеварения не происходит, полноценного расщепления жиров, белков, углеводов не происходит. Нарушается химизм этих процессов. И что такое газы? Газы, по сути дела, это сопутствующие процессы. Это у нас формируется то же самое болото, которое формируется в природе. А природный газ, болотный газ, это у нас что? Это у нас метан. А вы знаете, что метан очень часто взрывается. И поэтому, в буквальном смысле слова, мы не говорим о взрывах в животе. Но мы говорим о том, что у нас происходит микротравматизация петель тонкого кишечника. У нас происходит микротравматизация петель толстого кишечника. А там, где у нас происходит травматизация, там у нас идут процессы заживления. А процессы заживления, это истощение коллагена, который нам очень важен для тургора кожи. Который нам очень важен для связочного аппарата, который нам очень важен для волос, для качества нашего зрения, для степени устойчивости работы нашего позвоночника. И самым неприятным при вздутии живота, повышенном газообразовании, метеоризмах, газах кишечники является то, что происходит механизм развития и формирования остеохондроза. В этом вебинаре мы вам расскажем о причинах, которые вызывают вздутие живота, которые вызывают газообразование, которые вызывают метеоризмы и расскажем, как это отражается на состоянии нашего позвоночного столба в виде остеохондроза. А также покажем несколько упражнений скорой помощи, которые поможут вам избавиться от вздутия живота, газообразования, газоокишечники и повышенного метеоризма. Регистрируйтесь на вебинар сразу под этим видео и до встречи в прямом эфире.